Господь сказал о Себе, есть Альфа и Омега, начало и конец. И вот и в начале празднования Пасхи и в завершении Ея мы читаем первую главу из Деяния Святых Апостолов этой такой замечательной книги, где Евангелист Лука рассказывает о том, как жила Первая Церковь и как Господь создал ее Духом Своим Святым. Вознесение это переживание преддверия вот этого рождения Церкви. И вот Христос вознес на небеса и сказал Семенникам о том, что им так будет лучше. И это лучшее заключается в том, что Он послёт на них обетование Отца. Обетование теперь у нас слово не употребляется. Обещание. Что же Отец Небесный обещал? Он обещал послать Духа Своего Святого. Который, конечно, не может прийти на всех. Для этого нужен чистый сосуд. И три с половиной года, живя вместе с апостолом одной семьей, Господь трудился над тем, чтобы очистить их слово. То есть Он их учил. Учил новой вере, которую потом, несколько позже, назвали христианской. Он не пришел нарушать закон, который получили людям через великого пророка Божия Моисея. Но пришел Его исполнить. И это мы понимаем двояк. Во-первых, сам Христос Его выполнил. Все повеленное законом Моисея Он исполнял. А в другом смысле, что Он Его исполнил, как наполнил до конца, до верха, другим содержанием. Духовным содержанием. Почему через пророка Моисея нельзя было народу израильскому говорить об этом духовном содержании закона? Это равносильно тому, что сейчас пойти на какой-нибудь черемошкинский рынок, подойти к термин человеку, который чем-то торгует тряпками или едой, и начать с ним беседовать о молитве, или о богословии, или о посте. Это совершенно бесполезная вещь. Причем потому, что человек не подготовлен к этому. Он ничего этого не знает. Чтобы понять, что такое духовная жизнь, нужно пройти определенную школу. Нужно к этому подойти. И вот закон, который дал пророк Моисей народу, этот закон, как говорит апостол, был педагогом, в переводе на русский язык, детоводителем, по Христу. Он только подводил. И как мы видим, из всего народа Израиля только около 500 мужчин и много-много женщин, которых тогда не считали, стали его учениками и ученицами. Совсем не всех Христос обратил к себе. Очень часто приходит в церковь какая-нибудь мама и говорит, батюшка, вы поговорили с моим сыном. Я говорю, ты знаешь, это скорее всего бесполезно. Но если он придет, пусть приходит. Не было никогда и не будет на земле такого проповедника Царствия Небесного, как Господь наш Иисус Христос. И не было лучше примера. Какой бы батюшка не был умный, но он человек грешный. А Христос Свят. И все равно его послушало совсем немного людей. И нашлись всякие. И неблагодарные, и предатели, и неверные, и всякие. Среди тех, кто его слушал. Даже среди тех, кого он облагодетельствовал. Кого исцелил. Кому помог. Это естественно. Сила греха, она с большой силой действует в человеке. Первая церковная отчина, первый, можно сказать, приход, где вот таким отцом, а потом и братом, и другом стал для своих апостолов Господь Иисус Христос, был по размерам небольшой. И там тоже были разные люди. Несколько кругов. Одни всю жизнь на это кладут, другие часть, а третьи вообще только по ночам приходят, озираясь, как бы чего не вышло. И сейчас мы живем в ту же самую эпоху. Одни всю жизнь кладут на церковь, другие только часть, а третьи перекреститься боятся, как бы начальство за это не вздуло или кто-то не посмеялся. Потому что человек не то, что выдержит какие-то мучения, страдания за Христа, а даже часто просто насмешку ему трудно выдержать. Взрослому человеку, а у для детей это вообще, так как их никто не воспитывает в смирении, выдержать насмешку очень трудно. Очень большая проблема, если кто-то над тобой смеется. Почему? Потому что ты немножко живешь иначе, чем все остальные. Вот Господь три с половиной года их учил и подготовил. И сказал заповедь не отлучайтесь из Иерусалима. Сейчас вся Поднебесная усеяна храмами. В какую бы страну почти мы не приехали, мы там можем найти православный храм. Однажды у древнего и великого святого в Росстаноке великого один человек спросил. Что нам делать, когда придет антихрист? Поезжай туда, где живут православные христиане и будь там. Ответил он ему. Поэтому всегда иногда с большим трудом как где-нибудь в Сибири нужно проехать может быть не одну сотню километров чтобы попасть в храм. И иногда в тех странах, где один или два всего православного храма. Но есть трудности для того, чтобы до него добраться и приобщиться к тому спасению, которое принес Иисус Христов. Мы с вами в этом лучшем положении. но мы как-то все принимаем как само собой разумеющееся, хотя это конечно особенная милость Божия к нам. И мы должны оказаться достойными этой милости. И действительно именно в Иерусалиме произошло это чудо. И оно должно было там произойти по пророчеству. Вот это обещание Отца Небесного излияния Святаго Духа. Когда Господь являлся своим ученикам по Своим воскресеньям, являлся не однажды для того, чтобы укрепить их, чтобы они покрепче запомнили. Господь даже сделал такую удивительную вещь. Он вместе с ними ел. Ел рыбу, ел мед для того, чтобы они никогда уже больше не сомневались. Что он это не просто привидение. Бывают какие-то загробные видения возникают на земле, а он действительно воскрес. Он действительно находится в теле. Эту плоть можно осязать. Он даже может есть, хотя в этой еде не нуждается. Пусть эта плоть имеет особые такие совершенно необычные для земли свойства. Он может проходить сквозь двери и вот в этом чудесном вознесении он на глазах у них с горы Илеонской многие из нас были на этой горе он возносился на небо на глазах у всех. это чудесное видение и это событие мы празднуем. В этом смысле каждый из нас очищенный через слово и получивший дар Святого Духа может совознестись со Христом и достичь полноты общения я тоже Мажаку конечно потому что это зависит не только от нас а еще как Господь сказал кому что уготовано или как пословица русских говорит выше головы не прыгнешь не все зависит от человека человек может положить много трудов а даст ли Господь ему Духа Святаго это зависит от воли Божьей известно только что если трудов не будет то Духа Святаго тоже не будет но если будут труды еще неизвестно будет ли этот дар почему потому что не каждому этот дар можно дать в силу двух причин не каждый может осознать всю драгоценность этого дара ну в силу так сказать умственных возможностей и сердечных и не всякий может его удержать поэтому человек может всю жизнь протрудить духовно я имею ввиду конечно и не получить этого дара в той полноте которую мог бы получить это не значит что человек его душа погибнет нет но вот той радости общения с Духом Святым который получили апостолы это не каждый может удостоить так вот вознесение его важно для нас для всех почему мы во всех храмах собираемся в таком обилие люди по лицу всей земли как вот идет солнце с востока на запад люди просыпаются и идут в храмы и начинаются божественные другие прославляя вот этот праздник почему потому что Христос открывает нам путь на небо не просто душой но и в теле потому что придет время когда мы все воскреснем и для тех кто жил по вере и кто приобщился к жизни духовной тот этот человек наследует жизнь вечную со Христом поэтому это очень важно мы не можем во всей полноте обнять всю эту важность и понимание но потому что для нас это слишком чудесно звучит это во-первых а во-вторых теперь в наше сумбурное время приход церковь и пол у каждого человека осуществляется уж слишком индивидуально в храм назад у одного мать или бабушка или отец были верующие у другого до сих пор и ярые безбожники для которых при слове церковь тремор начинается и так далее один способен ходить в церковь раз в месяц выходит ежедневно один знает евангелие чуть не наизусть другу говорит ну я один раз пытался читать но я ничего не понимаю и так далее и так далее то есть степень веры у всех раз никакого института по подготовке нет никто не трудится так как Христос трудился над своими апостолами обучая тому вот урок за уроком день за днем тому что есть духовное и вообще как к этому поступить наступило время про которое Феофан Затворник говорил что будет такое время когда будет столько вер сколько и голов и любой священник с этим постоянно сталкивался более того я встречал достаточное количество священников которые вообще плохо представляют себе в чем состоит ну не только православная вера а вообще что-то христианство очень условно на уровне каких-то очень простых форм и это бывает сложный ряд что простые вещи человек не понимает или игнорирует только у одного верующего в прошлом году то есть в прошлом веке спросили ну ты Евангелие читал он говорит ну я же не театр то есть вот такое представление о том что вообще представляет себе веру и каждый приходит зачем к Богу как некогда в Галилее или в Иудее за Христом ходили толпы народов может быть вот такая толпа как и мы теперь которую мы сейчас составили здесь у нас сейчас человек 650 так на взгляд вот а бывало ходило за ним и тысячи и у каждого в голове было что-то свое кому-то исцелиться кому-то поесть кому удовлетворить любопытство кому-то еще что у кого просто горе а кто одинок и среди нас то же самое а у Христа по отношению к нам свое он все и одинокого и больного и преданного и окраденного и умирающего и мужчину и женщину и дитя и старика он хочет возвести на него пользуясь любым поводом ты хочешь исцеления на тебе исцеление может быть в твоем сердце возникнет какая-то благодарность и ты умом своим пойдешь дальше может быть ты не ограничишься этим исцелением может ты захочешь и исцеление души и так дальше и поэтому каждый человек теперь он идет своим путем поэтому хотя мы и называемся церковью но мы все по-разному любой из нас повернув голову направо налево или назад немного назовет знакомых имен а кто это рядом со мной стоит поэтому когда мы говорим братья и сестры это очень условно потому что даже если брат или сестра уж очень пьяные или уж очень старые но они обычно имена путают но помнят а с нами этого нет каждый из нас свою нить тянет ко Христу а Христос помимо всего этого Он еще хочет нас объединить в одно тело чтобы мы не только были как брат и сестра а чтобы мы были вообще одно и для начала как самая главная часть нашей души наш ум хотя бы объединить чтобы мы были для начала единомысленны может быть потом и в едином чувстве но мы сами понимаем что это еще не реализовано это еще только в процессе и как мы можем соединиться ну искусственно создать так сказать всех переписать перезнакомить устроить чаепитие так сказать ну и потом показывать это кто угадает как маленького ребенка там это лошадка это коровка этим ничего не достигнет это должно быть совершенно другой почвы и эта почва благодать святого духа только она если будет в нас действовать она нас объединит объединит не символически потому что это уже реализовано мы все находимся в одном храме мы сегодня будем причащаться от одной чаши мы читали одно евангелие мы исповедуемся одним и тем же священникам да но поврось поэтому мы еще не церковь мы спасены еще только в надежде то есть Господь надеется что какая-то хотя бы часть из нас войдет в эту жизнь войдет в эту семью в которой есть церковь где отцом является отец небесный для чего для усыновления Адам разрушил отношения с Богом он сказал не буквально но в своем поступке ты мне не отец почему потому что Бог ему запретил вкушать от дерева по познанию добра и зла а он это нарушил если сын не слушает отца что это значит это значит что он ему не отец почему ну потому что так относится к постороннему человеку так вот Адам своим действием заявил что он посторонний для Бога и когда Бог его вопрошал Адам где ты он от всеведущего Бога спрятался кто может спрятаться от Бога это просто смешно но это говорит о многом говорит о том что Адам повредился в уме он из человека который мог давать имена животным в силу своей прозорливости он настолько поглупел что решил спрятаться от Бога в результате чего он поглупел в результате не послушает поэтому любое дитя которое заявляет своим родителям что у меня жизнь своя и я тебя слушать не буду это значит что он уже прервал эти отношения поэтому чтобы соединиться с Богом нужно теперь усыновление каждый из нас может быть усыновлен Богом вернуть себе то что утратил Адам поэтому Христос пришел на землю и всем кто хотел слышать и видеть он показал как это происходит какую жизнь нужно прожить чтобы воскреснуть и зайти на небеса и каждый человек родившийся на земле которого это устраивает который с этим согласен он может быть усыновлен Богом зачем если сын то и наследник для того чтобы войти в царствие Божие чтобы стать наследниками вот этого достояния чтобы стать санаследниками Христу чтобы действительно Он мог назвать нас братьями кто мне мать и сестра и брат сказал Христос тот кто слушает слов и исполняет его поэтому если для нас слова Христовы значат что-то то по мере того что вот это значение для нас будет возрастать более чем что-либо на этой земле и мы будем действовать согласно этому слову то есть мы войдем в послушание слову Божьего мы действительно будем трудиться над тем а это трудно потому что мы люди грешные нам трудно делать добро нам неохота потому что мы из-за грехов становимся злые раздражительные себя любивые сребролюбивые и так далее и так далее а это все трудно трудно любить почему потому что это требует отречения от себя трудно для молодых супругов всегда большая проблема кто встанет ночью к плачущему ребенку потому что обоим хочется спать молодые люди они любят спать и кто встает тот кто больше любит а спросил у него хочешь ли ты вставать нет я хочу спать вот так во все любить трудно любить легко только на словах со сцены я вас всех люблю спасибо и пошел в кассу взять те деньги которые вы принесли это не трудно сказать я тебя люблю или еще ахинею типа я без тебя жить не могу вот прекрасно не только могу а еще через пару лет продемонстрируюсь так не только без тебя обхожусь а вообще забываю что ты есть на самом деле вот это все пустые слова а нужно делать и вот это дело оно всегда трудно что-то сделать кому-то для кого-то зачем-то зная наперед что и благодарности ты даже пустные за это часто не получишь потому что человек к сожалению такое существо он легко забывает то добро которое ты ему сделал но это не важно потому что для нас должно быть вам то добро которое растет внутри меня а уж кто меня будет благодарить или меня за это распнут это большой роли не играет лишь бы оно росло потому что это угодно Богу потому что только через это можно взойти на небеса только через это можно войти вот в это собрание апостолов свидетелей Христос хочет и мы это сегодня слышали чтобы мы все были свидетелями чего свидетеля свидетеля воскресения свидетеля что это очень важно что это спаситель что это вообще ось человеческого бытия мы иногда этими соображениями делимся с нашими ближними а почему они нам не верят почему они не идут тем путем которым пытаемся идти мы а потому что слово наше без власти потому что мы не можем показать то на своем примере что заключается в наших словах христос свою любовь засвидетельствовал засвидетельствовал смертью и кровью вот он отдал все что считается у людей ну самым драгоценным он все претерпел он явил эту любовь даже образ смерти который он избрал для себя распятие на кресте оно внушает нам мысль что он нас всех хочет обнять своей любовью но никому не хочет навязывать потому что любовь она не может быть навязчива это отвратительно Христос хочет привлечь а не отвращать поэтому каждый из нас если бы действительно был настоящим христианин мы может быть не достигли каких-нибудь почестей может быть большого богатства или там еще чего-то каких-то внешних успехов но мы достигли того чтобы когда мы умрем а нас бы очень многие люди плакали а может быть и нас бы не забыли а может быть так случилось что как мы не забываем апостолов и помним их имена хотя прошло две тысячи лет сколько людей было в Иерусалиме и сколько Иерусалимов мы помним по именам помним тех кто распинал Христа и помним тех кто был его учениками вот собственно и все поэтому чтобы о нас осталась память которая есть тоже некое свидетельство нужно либо стать абсолютным злодеем чтобы уже не забыли или сделать столько добра что это ошеломит окружающих нас людей ошеломит это происходит от слова ударить по шлем то есть таким образом что это навсегда в темя что в голове вот такая должна быть природа добра знаете сколько нужно над этим трудиться наверное всю жизнь для многих из нас вся жизнь это уже невозможно большую часть жизни мы уже прожили но хотя бы оставшуюся часть каждый из нас должен потрудиться для этого усыновления для получения этого наследства для того чтобы и нам от этой грешной земли взойти на небеса с помощью Божьей помоги нам в этом господи в этом я как мы что мы как мы и как ��는 мы что мы мы Продолжение следует...